Спасли от огня целую деревню. Школьники Максим Иванчик и Дмитрий Седов увидели загоревшееся поле и, не раздумывая, бросились его тушить. За проявленную отвагу молодым людям вручили благодарственные письма от Совета Федерации Федерального Собрания России, а также ценные подарки. Их наградил и экс-сенатор Лариса Тюрина. При этом бывший член Совета Федерации от Рязанской областной думы впервые предстала в новом качестве. Ее представили как помощника сенатора Игоря Морозова. От лица Игоря Николаевича Морозова от Совета Федерации. Вот тебе большой привет и вот такая почетная грамотная. Молодых людей наградили в рамках всероссийского гражданско-патриотического проекта «Дети-герои». Он проходит ежегодно уже более четырех лет. Награды вручают детям до 16 лет. Когда мы с вами встречаем подвиг тех, кто совершенно не думал об этом, когда его совершат. Я думаю, что если бы ребятам в прошлом году сказали, что они совершат подвиг, они бы этому не поверили. Значит, дело в том, что когда мы говорим о подвиге, мы всегда думаем о чем-то большом. А любовь к родине и героические поступки начинаются именно при решении любых проблем, которые возникают рядом с тобой. Пожар произошел в апреле 2017 года в Петелинском районе. В три часа дня молодые люди возвращались на мотоцикле домой и увидели стену огня. Она двигалась в направлении сел Тимирево и Пеньки. Ребята, не раздумывая, позвонили взрослым и принялись тушить пожар. Даже не задумывались, что помогать надо, спасать. Там лес был рядом. Мы взяли палки большие и начали бегать, тушить. Большие палки, большие кусты такие. Мы начали их шибать и тушить ногами. Потом начали бутылки, там взрослые привезли с водой. Мы начали тушить, бегать. Красные лица, перепачканные гарью и сбитое дыхание. Ребята вместе с сотрудниками МЧС более трех часов тушили траву. Однако страха молодые люди не испытывали. Жар просто слишком был, тело горело. Все башмаки обгорели. В классе рассказы героев не поверили и назвали врунами. Родители тоже не сразу осознали значение произошедшего. Я была, конечно, сначала это, говорю, час, наверное, другой я думала, как это все происходило. Вроде пожар, это не то, что там костер горит, а все-таки поле сразу загорелось, там шла полоса. Я, конечно, перепугалась за своего сына, но потом вроде маленько отошла и думала, что молодец, что отстоял село, что спас людей. Сами ребята отмечают, что это не первый пожар, в тушении которого они принимают участие. За год до этого молодые люди уже помогали сотрудникам МЧС, поэтому знали основные правила безопасности и первичные действия. Сейчас Максим Иванчик и Дмитрий Седов учатся в восьмом классе, но уже планируют связать свою дальнейшую жизнь со спасением людей. Ведь они умеют оказываться в нужное время, в нужном месте. Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город». Галина Ершова, Роман Вихров, телекомпания «Город».